Тезис 12.5 Принятие человеком к азоативной механической эволюционной концепции разрушительно для его духа и этики, но телеологический подход к эволюции продвигает их. Развитие жизни в природе привело её к способности духовной деятельности, но задача развития состоит не только в том, чтобы создать новые виды жизни с ещё большими возможностями, а чтобы сделать жизнь лучше. С этой точки зрения эволюция является индикатором степени реализации совершенствования на пути к «наилучшему». В этом, как мы видели, состоит разница между учением Рава Кука и витализмом А. Бергсона, для которого важно лишь само движение, но никакой высшей цели это движение не имеет, несмотря на близость их позиций при рассмотрении связи между метафизикой и наукой, а также в их оценке метафизической важности эволюции. Рав Кук здесь также полностью противоположен в своём подходе той реально натуралистической, философской и социологической интерпретации, которая была дана эволюции дарвинизмом Спенсера, Геккеля и других. Ибо эволюция, согласно Раву Куку, учит не только борьбе за существование или тому, что выживает сильнейший в истории и в животном мире. Из неё вовсе не вытекает автоматически, что человек и его мораль редуцированы из генетического источника. Напротив, она может приводить к совершенно иным выводам. Концепция эволюции сама по себе может только указать на механизм развития, но она не может ничего ответить на вопрос о существовании высшей цели, оказывающей влияние на это развитие. Вообще, сами по себе научные представления об эволюционном процессе могут оказать влияние на человека в совершенно противоположных направлениях. Цитата. «Идея прогресса бытия и всего сущего способна как принизить человеческий дух, так и поднять его. В ней заключены как эликсир жизни, так и смертельный яд». Конец цитаты. Все зависит от точки зрения на эволюционный процесс. Будет ли человек ориентироваться только на механизм эволюции, в кавычках, на прошлое, или же он будет ориентироваться также и на цель эволюции, на будущее? Подчеркивание начальных низких стадий прошлого развития живого мира может утвердить в человеческой жизни «систему законов джунглей», в кавычках, свойственную этому «естественному миру», в кавычках, и лишенную моральных измерений. Противоположный же взгляд, обращенный к предназначенности развития, раскроет человеку его подлинную моральную сущность. Цитата. «Взгляд на мир, как на развитие, продвигающиеся по направлению к будущему, поднимает и возносит человека морально, и далее идея прогресса мироздания продолжает действовать на него, выпрямляя его пути и поддерживая его моральные качества». Конец цитаты. В таком видении моральность человека усиливается даже на основе памяти о его темном прошлом. Цитата. «Ибо воспримет он всем сердцем ужасную низменность прошлого и почувствует, что на пути своем он сможет избежать падения в ту же пропасть благодаря моральному усовершенствованию своего пути и личного, и общественного поведения. В этом великий луч света, освещающий его продвижение к той бесконечной высоте, которая уготована ему». Конец цитаты. «Ибо воспримет он всем сердцем